Палатки, накидки, спальные мешки. Все готово к отправке. В ближайшее время бригада из Алейска получит эти вещи для жизни в полевых условиях. Палатки, которые укроют от дождя и снега полторы тысячи человек. И накидки, шитые по специальному заказу с учетом предложений участников спецоперации. Над всем этим трудились работники алтайских предприятий по заказу фонда Александра Прокопьева. Вроде бы очень даже хорошо сделано. Так, сколько их получилось? Их тоже 500. В машину загружают продукты быстрого приготовления. В рюкзаке они занимают мало места и приготовить их можно прямо в полевых условиях. Это каша, гарниры, супы. Более 60 тысяч порций. Одна из местных кондитерских фабрик изготовила чай и кофе в пакетиках. В общей сложности было закуплено за счет средств фонда Александра Прокопьева на сумму порядка 5 миллионов рублей всей этой продукции. Люди тоже готовы помогать нашим землякам в зоне боевых действий, но не знают, как доставлять туда посылки. Узнав, что депутат Госдумы Александр Прокопьев отправляет фуру с гуманитарным грузом, попросили захватить их подарки. Например, 30 килограммов меда. Его со своей пасеки передала жительница Барнаула Светлана Горбунова. Ко мне в Москве обратились женщины, которые занимаются в Государственной Думе организационными вопросами, документооборотами. Говорят, мы знаем, что вы были в Луганске, хотим тоже помогать и купите что-то для наших ребят. Передали 46 тысяч рублей. Вместе решили, что купим на эти деньги сигареты и конфеты. Елена Николаевна, Людмила Анутаевна, передаю ваш подарок для ребят от ваших друзей, родственников. Объем фуры, которая сейчас полностью загружена, 80 кубометров. Она пройдет 4000 километров и уже через несколько дней наши парни смогут почувствовать поддержку своей малой родины. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком.